Западная цивилизация не просто умирает, по сути она уже мертва, и мы просто копошимся в руинах, пытаясь найти то, из чего можно построить новую цивилизацию. Звучит как свежая цитата, но так еще в далеком 91 году выразился американский радикальный эколог Джон Аллен. Хотя примерно тогда же вышла книга Фрэнсиса Фукуямы «Конец истории», которая утверждала прямо обратное, но не суть. Давайте лучше посмотрим на этого Аллена. Под крахом Запада он подразумевал не конкретно Америку, а вообще всю технологическую цивилизацию, которая в погоне за потреблением уничтожает биосферу. А Джон Аллен пытался найти способ человечеству жить в гармонии с природой. В 91 году он запустил амбициозный проект «Биосфера-2». В штате Аризона была построена огромная теплица. Там под гигантским куполом собрали несколько тысяч растений, которые должны были создать искусственную экосистему, в которой могли бы жить люди. Звучит круто. Идеальный замкнутый мир, самоподдерживающаяся система, безотходное производство натуральной пищи, воды, кислорода. Впервые про этот проект я услышал где-то на ютубе. Ну, что был такой эксперимент, дрился два года и, спойлер, закончился неудачей. Мне показалось это интересной темой, потому что любое подобное социальное исследование, даже если оно не успешное, дает нам полезную информацию, дает нам новую пищу для размышлений. Но, когда я стал готовить материал, то с удивлением обнаружил, что «Биосфера-2» не могла закончиться никак иначе, что наукой там не пахло с самого начала, а Джона Аллена и его команду еще в 90-е обвиняли в шарлатанстве и чуть ли не создании секты в своей лаборатории. Весь его проект походил на убежище из Фоллаута. Честно, я не нашел доказательств, что создатели игры вдохновлялись именно идеями Аллена, хотя история наша будет происходить между 91-м и 94-м годами, а первый Фоллаут вышел в 97-м. Так что, теоретически, могли. Ну ладно, Аллен ради своих экозаморочек хотя бы ядерную войну не начал, и на том спасибо. Итак, 26 сентября 1991 года. Раннее утро. В пустыне рядом с городком Оракл, штат Аризона, высится странная конструкция в виде нагромождения куполов из стекла и стали. Внутрь заходят 8 человек. 4 женщины и 4 мужчины. Рой Уолфорд, Джейн Пойнтер, Табер Маккалум, Марк Нельсон, Салли Сильверстоун, Эбигейл Аллинг, Марк Вантило и Линда Ли. На них очень странные костюмы, которые больше напоминают униформу корабля Энтерпрайса Стартрека. Эти люди называют себя Бионавтами. А это гигантская конструкция, их корабль Биосфера 2. Конечно, этот корабль никуда не летит, но он, так же как и космические корабли, полностью герметичен и отрезан от внешнего мира. Даже в плане воды и воздуха. Воду должны были очищать, а кислород вырабатываться должен был с помощью зеленых растений. Размер сооружения был больше гектара. В ближайшие два года Бионавты могли рассчитывать только на те ресурсы, которые находятся внутри их базы. Эксперимент начался. В конце сентября стартует уже третий поток моего курса, который теперь называется Нейрозадрот. Там я обучаю навыку промт-инжиниринга, продвинутой работе с языковыми моделями. Когда я начинал читать этот курс, я говорил, что не считаю это профессией, а всего лишь полезным навыком, который точно пригодится в резюме. А сейчас же уже реально появляются вакансии промт-инженеров, людей, которые внедряют языковые модели в рабочие процессы и повышают их эффективность. Так что тема эта за год стала еще актуальнее. Я отчитал уже два потока курса. Отзывы учеников вы можете прочитать по ссылкам, которые я оставил в описании. А чтобы записаться на третий поток курса, вы можете перейти по ссылке на наш сайт. Там вы найдете всю необходимую информацию о содержании курса, кому это особенно пригодится, чему вы научитесь и почему именно я буду классным для вас преподавателем. Курс начнется 30 сентября, так что успевайте записаться, потому что после старта уже будут сформированы группы, а продажи будут закрыты и вписаться будет уже нельзя. Ссылки в описании. Итак, у нас есть замкнутая гигантская теплица без внешнего доступа воды и кислорода и 8 людей внутри. Передумать такое мог только по-настоящему безумный гений. Ну, или не гений, но определенно безумный. Так что давайте поближе посмотрим на то, кем был лично эколог Джон Аллен. Родился он в 1929 году. Обычно я такую базовую информацию не упоминаю, но в этот раз это важно. Ведь Аллен по сути принадлежал к тому поколению, которое в СССР назвали бы шестидесятниками, а Рик Далтон назвал бы как-то так. Вонючие хиппи, заехали на темную дорожку дури покурить, да? Буквально. Аллен принадлежал к тому поколению, которое застало Великую Депрессию примерно как я 90-е. Ну, то есть в очень-очень раннем детстве. Повоевать во Вторую Мировую ему тоже не случилось, а формирование его личности пришлось на послевоенные годы. Время молодежного протеста, когда юные хиппи мечтали о лучшем мире, увлекались эзотерикой и веществами, а также боролись за права чернокожих. Джон Аллен здесь тоже не отставал от своих ровесников. Хотя, это как еще посмотреть. Дело в том, что если мы откроем страничку в Википедии, то узнаем, что Аллен это буквально человек и пароход. Что в 20 лет он стал секретарем антидискриминационной ячейки на заводе в Чикаго. И чуть ли не лично организовывал акции протеста в поддержку чернокожего Уилли Магги, которого обвиняли в изнасиловании белой женщины и приговорили к смерти. Что в 25 лет Аллен стал старшим металлургом в крупной компании Лидиум Стил Корпорейшн и предложил более 30 изобретений. Что к 35 годам он объехал полмира. Побывал во всех странах Азии, от Турции до Японии, включая, кстати, советский Узбекистан. Что он автостопом проехал через всю Сахару, от Марокко до Египта. Изучал берберскую поэзию в Танжере и основал художественную студию в Фесе. Жил в племенах Судана. А еще ездил с волонтерами во Вьетнам. Причем в те времена там как раз шла Вьетнамская война. Но об этом Аллен почему-то не упоминает. Откуда эти факты взялись в Википедии? Да просто с его личного сайта. Где-то я уже это слышал. Похоже у нас Жак Фреско Дубль 2. В том смысле, что биография, прямо скажем, не выглядит достоверно. Впрочем, я не хочу на этом долго останавливаться и выяснять, что там из этого правда, а что не правда. Гораздо важнее, что даже в официальной биографии нашего эколога нет главного. Биологического образования. То есть человек, который задумал по его словам самый масштабный биологический эксперимент 20 века, не был биологом. Даже никаких курсов повышения квалификации и дипломов от шарашкиных контор. Вообще ничего. Работал он металлургом. Вроде как прослушал один курс антропологии и истории в Университете Оклахомы и Северо-Западном Университете Чикаго. А еще курс менеджмента в Гарвардской бизнес-школе. Но это даже близко не биология. И это отсутствие образования прямо бросается в глаза. Вот, например, как он в 90-е в одной из статей описывал суть биосферы 2. Миссия этого предприятия в целом не понята научным сообществом. Миссией этого эксперимента является не традиционная редукционистская дисциплинарно ориентированная наука, а новый, более целостный уровень экосистемной науки, получивший название биосферика. Всего три строчки и сразу псевдонаучное бинго. Тут вам и про то, что официальная наука никогда не поймет его гениальных экспериментов. И про то, что он придумал новую науку. И это, на мой взгляд, важно. Потому что обычно биосферу 2 представляют как провалившийся научный эксперимент. А мой тейк в том, что он никогда и не был научным даже близко. И если покопаться в более ранней прессе, то можно заметить, что Аллена никто и не называл ученым. Обычно его представляли как эзотерического гуру. А в самых радикальных случаях называли лидером секты. В общем, для нашей истории из биографии Аллена важен один достоверный факт. Где-то в середине 60-х ему на глаза попалась книга Багминстера Фуллера «Техническое руководство для космического корабля Земля». И это изменило его жизнь навсегда. Фуллер – знаменитый американский архитектор и философ. И, скорее, больше философ, чем архитектор. Он много размышлял, как человечество может выжить в будущем. И в итоге пришел к примеру следующему. Земля – наш общий дом. Наш корабль, который плывет через космический океан. Но проблема в том, что мы, его команда, не умеем им управлять. Следовательно, нужно изучить, как нам всем этим пользоваться. И представьте себе, эти формулировки будет использовать в своих работах Джон Аллен. Практически слово в слово. Например, свою деятельность он буквально будет называть написанием инструкций к космическому кораблю Земля. Именно после прочтения этой книги Аллен увлекся экологией. Причем такой, в стиле 60-х, с эзотерикой и нью-эйджем. Настоящей биологии и экологии Аллен не доверял. Считал, что они застряли в догматах и отвлеченных теориях. Поэтому надо сделать новую науку – экотехнику. Экотехнику, которую будет интересовать сугубо прикладное направление. Как организовать жизнь в гармонии с природой. Ну и как построить прогрессивное общество, которое сможет жить в этой гармонии. В 1973 году в Санта-Фе Аллен основал институт экотехники, который должен был всем этим заниматься. Но институт этот, как вы понимаете, был своеобразным. Начался он с открытия театра – эдакого креативного пространства с авангардом и уклоном в экологию. В 1969 году Аллен с соратниками купил 160 акров земли в Аризоне. И там основал ранчо Синергия, которое потом было интегрировано в состав того самого института экотехники. Вот почему, если в названии есть слово Синергия, то это почти 100% будет какая-то шарашкина контора. Ну, а если серьезно, то это слово Аллен скорее всего тоже почерпнул из работ Фуллера. Ранчо Синергия подавалась как эдакий полигон, где должны отрабатываться уникальные экотехнологии. Если вы зайдете на сайт ранчо, а оно, кстати, существует по сей день, это будет выглядеть как обычное эко-поселение с выращиванием органической пищи. Ну и еще там иногда проводят арт-перформансы и разрабатывают некую новую экологическую доктрину. Но это сейчас. А в 70-е и 80-е, иначе как эко-сектой, движуху Аллена не называли. И было отчего, потому что любить природу там предлагалось чуть ли не по мистическим причинам. Например, там культивировалось учение Георгия Гурджиева, одного из самых известных оккультистов 20-го века. Он продвигал идеи некого четвертого пути, по которому должен пройти человек, чтобы выйти на новый уровень осознанности. Ну и само устройство коллектива тоже было интересным. В 2018 году в США вышла книга «Люди и идиоты», где описывалось, как выглядело это ранчо изнутри. Написал эту книгу Даниэл Хоус, который вместе с родителями провел там несколько лет в раннем детстве. Он рассказывал, что порядки на ранчо были весьма жесткие. Гурджиев проповедовал, что для развития высшего сознания человеку нужен стресс. Поэтому Джон Аллен со своими учениками обращался сурово, бил и оскорблял. Сам Аллен, кстати, до сих пор жив и все эти обвинения отрицает. А его экс-ранчо продолжает работать и выглядит вполне респектабельно. Но кто знает, как оно там было 40 лет назад. В любом случае, обычную экотусовку профессиональных ученых сектой обычно не называют. В 85-м году Аллен решил сделать что-то по-настоящему великое. И задумал свой главный проект. Биосфера 2. Число 2 в названии символизировало, что биосфера 1 это естественная биосфера нашей планеты. А 2 это система поменьше. Но тоже замкнутая и в которой будет все необходимое для жизни. Что-то вроде планеты в миниатюре. Зачем все это было нужно? Официально, видимо, чтобы привлечь побольше внимания. Аллен заявил, что так он будет изучать космические перелеты. В то время эта тема была в тренде. Специалисты обсуждали, как вообще пересекать космическое пространство, если один полет может занять несколько лет. В начале 70-х американский физик Джеральд О'Нилл предложил концепцию корабля-колонии. Это такой корабль, который был бы рассчитан на годы и десятилетия полета через межзвездное пространство. Следовательно, он обязан поддерживать жизнь своего экипажа, обеспечивать его едой и воздухом. Вот Аллен и решил попробовать отработать внутренности такого корабля на практике. Но в реальности это была только обертка, потому что планы были намного глобальнее. Из Биосферы 2 Аллен хотел устроить масштабную пиар-акцию своей науки экотехники. То есть построить общество, которое живет так, чтобы не вредить экосистеме. Возводить сооружение начали в 85-м году. Как я уже говорил, выглядело оно как здоровенная теплица из стекла и стали, рассчитанная на 180 тонн воздуха. Общая площадь, включая все этажи и помещения, составляла 16 гектар. Из-за таких размеров даже возникла проблема. Здание ведь должно быть полностью изолированным от внешней атмосферы. А в Аризоне жарко, очень жарко. Днем воздух нагревался от солнца и расширялся, а ночью наоборот сжимался. Обычная конструкция не выдержала бы таких перепадов давления. Поэтому крышу было решено построить в виде диафрагм. Или, как говорили сами создатели, в виде легких. Решение, кстати, тоже подсмотрели у Фуллера. На этом моменте у вас должен возникнуть резонный вопрос. Откуда деньги? Джон Аллен все-таки не миллиардер, не создатель какой-то инновационной компании. И государственные гранты, его полуэзотерический проект тоже вряд ли мог бы получить. А земля и тем более такая гигантская стройка стоят денег. И немалых денег. На самом деле тут все очень просто. Среди учеников Аллена был некий Эд Бас. На 20 лет младше своего гуру. Сын миллиардеров-нефтяников, получивший огромное состояние. Примерно 4 миллиарда долларов. Эд был человеком весьма эксцентричным. Почти как Трамп, только наоборот. Трамп-левак. В одной американской газете за 85-й год есть даже упоминание, будто Эдвард Бас публично отрекся от капитализма и от своей семьи. Может быть, это была просто желтая пресса. Но факт остается фактом. Бас начал финансировать проекты Аллена. И выделил он 150 миллионов долларов. Кстати, чуть позже денег на проект выделил и другой миллионер. Прямо противоположных взглядов. Возможно, вы его знаете. Стив Беннон. Владелец банка, консервативный публицист и будущий советник президента Трампа. Прямо скажем, очень неожиданное соседство. Еще более неожиданным может показаться то, что в некоторых статьях про Биосферу-2 регулярно всплывает упоминание неких русских, которые помогли наладить систему. Контекст этого упоминания не совсем ясен. То ли эти русские были засланными казачками и все испортили, то ли наоборот. Посмотрите, какой великий проект придумал Аллен, что даже во время Холодной войны с ним сотрудничали специалисты из Советского Союза. Но я напомню, что проект стартовал в 91-м году. Перестройка и Горбачев стали словами, которые в Америке слышали все. Так что нет ничего удивительного, что какие-то русские действительно могли работать с биосферой. Тем более, что в работах Аллена часто встречается фамилия российского ученого Вернацкого и его учения о биосфере. Впрочем, может и не было никаких русских. В источниках про них нет никакой конкретики, даже имен. В общем, строили эту чудо-махину почти пять лет. И вот, 26 сентября 91-го года, экипаж из восьми бионавтов зашел внутрь и закрыл за собой дверь. Давайте посмотрим, как это все должно было работать. Единственное, что биосфера получала снаружи, это электричество. Но все остальное она в теории должна была генерировать сама. Внутри теплицы скрывался целый мир. Четыре тысячи видов растений, преимущественно тропических. Они были распределены на пять зон. Тропический лес, мангровые болота, саванна, туманная пустыня и даже океан. Ну, как океан. Бассейн площадью 450 квадратных метров с собственным коралловым рифом. Это все должно было имитировать зеленые легкие земли. Две с половиной тысячи квадратных метров были отведены на огороды, где выращивалась еда для бионавтов. Тыква, салат, помидоры, перец, папайя, бананы, картофель. А еще четыре козы с козлом, 35 куриц с тремя петухами, две свиньи и свин. И даже рыба в пруду. Хотя журналистов во время эксперимента заботило вовсе не это удивительное биоразнообразие, а кое-что совсем другое. Да, одна из бионавток потом вспоминала, что ее просто задолбали просьбами рассказать что-нибудь горяченькое. Как они там в условиях замкнутого пространства устроили свою половую жизнь? Впрочем, такие вопросы неудивительны, ведь Биосфера 2 с самого начала выглядела скорее как сомнительное шоу. И серьезные научные журналисты и исследователи почти им не интересовались. Вообще, условия жизни в Биосфере 2 были вполне удобными. У каждого бионавта была своя двухуровневая квартира со всеми удобствами. Были индивидуальный водопровод и канализация. Разумеется, работали они на очищаемой воде. Квартиры были обставлены по меркам начала 90-х не просто хорошо, но даже шикарно. У каждого в комнате был свой компьютер с подключением к интернету. А для 1991 года это была бесконечная роскошь. Так что участники эксперимента постоянно находились на связи с внешним миром. Джейн Пойнтер, одна из бионавток, даже устраивала концерты через видеосвязь. Но, конечно, они там не просто жили, как в гостинице на всем готовом. Приходилось много работать. Причем при всем внутреннем хай-теке самого здания для сельхозработ использовались обычные инструменты. Как у вас на даче. Лопаты, тяпки и секаторы. А еще только естественные удобрения и пестициды. Это было осознанное решение Алина. Потому что, вы помните, главное это забота об экологии. Никакого раундапа и никаких азотных удобрений. Жизнь была организована как своего рода коммуна. Какого-то одного лидера не было. Все решения принимались коллегиально. Распорядок дня был обычно следующим. Бионавты вставали с рассветом. Завтракали. А в 8 утра было общее собрание, на котором их всех распределяли на работы. Обычно сельскохозяйственные. Ну, или по какой-то технической части. Работали они до вечера с перерывом на обед. Участники эксперимента вспоминали, что зачастую не могли друг с другом поговорить до отбоя. Потому что их раскидывали по разным зонам. Были определенные проблемы с медициной. Например, практически сразу, буквально в первый месяц жизни под куполом, Джейн Пойнтер случайно отрубила себе палец на руке. В биосфере был врач. Но он не мог помочь с такой сложной травмой. Так что девушку пришлось доставать из-под купола и везти в нормальную больницу, где палец ей пришили на место. А потом Джейн вновь присоединилась к команде. Звучит не очень герметично. Но в остальном жизнь под куполом была нормальной. Биосферу 2 проектировали непрофессионалы. Ну, в смысле, к ее созданию были подключены хорошие архитекторы, классные дизайнеры, но ни одного профессионального биолога. Только ребята из института экотехники. То есть, в лучшем случае, энтузиасты-любители. Ученые из соседнего университета Аризоны, глядя на это, называли проект фантастически некомпетентным. Но Джон Аллен по этому поводу не переживал. В одном из интервью он говорил, что, мол, да, моя команда не обладает большим количеством научных степеней. Но это люди, которые знают свое дело. Нетрудно догадаться, в какие дебри могут завести слишком энергичные, но некомпетентные ребята. Начать хотя бы с плана питания. Аллен исходил из того, что человеку для жизни должно хватить 1800 ккал в день. Если что, на 2021 год средний россиянин, например, потреблял в день 2600 ккал. Средний украинец – 3100 ккал. Калорийность обычного комплексного обеда в столовке – это 1100 ккал. Одного обеда. Нет. Конечно, у Аллена здесь была определенная логика. Рацион составляли с оглядкой на диеты, которые рекомендуют специалисты по здоровому питанию. Мол, если ты худеешь, то достаточно 1500 ккал. Ну и чтобы не худеть, надо просто немножко добавить. Главное, чтобы были все витамины, микроэлементы и КБЖУ. Но план не сработал, потому что не учитывал того, что бионафты очень много времени проводили, занимаясь физическим трудом. Это заметно повышает расход энергии. Из-за того, как была устроена биосфера, практически вся еда была вегетарианской. Каждому бионафту был положен только один прием пищи с мясом в неделю. Обычно на завтрак была рисовая каша, послащенная бананами, на обед картофель и фасоль, а на ужин еще добавляли порцию фруктов. Чая или кофе в биосфере не было вообще. Вместо них заваривали апельсиновую листву и все тому подобное. Однажды вообще случилась трагикомедия. Вот выращивали бионафты картошку. И в один прекрасный момент на их грядке напал какой-то вид клещей. Клещи жрали картошку, а бороться с ними было нечем. Потому что использовать пестициды нельзя, ведь это навредит экологии. В итоге экологию может и спасли, но остались без картошки. Ну и что сказать по итогу. Участники эксперимента действительно похудели. Только выглядели они не как фитоняшки, а почти как узники концлагеря. Хотя сами медицинские показатели вроде бы были в норме. По крайней мере, если верить официальным отчетам бортового доктора Уолфорда. У бионафтов упали уровень холестерина, инсулина и глюкозы. Нормализовалось артериальное давление. То есть они вроде как от такой пищи стали даже здоровее. Но не нужно забывать, что это были данные у участника и сторонника эксперимента. Независимой проверки не проводилось. Салли Сильверстоун рассказывала, что нормой было вставать из-за обеденного стола голодными. А еще что биосферианцы устраивали так называемые сессии кулинарных фантазий. Просто сидели за столом и фантазировали, что бы они хотели съесть на обед. Вряд ли такие мечты посещают людей, которые полностью довольны рационом. В результате через несколько месяцев общее собрание бионафтов решило повысить количество килокалорий до 2200. Вот только откуда взять дополнительную еду? Ну, у них были запасы. Ален был странным, но не был уж совсем чудовищем. Внутри биосферы был неприкосновенный запас продовольствия, которого хватило бы на 2 года. Это значило, что сама экосистема могла обеспечить только 80% рациона. Это никак нельзя назвать самоподдерживающейся системой. Потому что если бы речь шла о настоящем корабле-колонии, то экипаж рано или поздно просто умер бы от голода. Но вы не поверите, проблемы с продовольствием были даже не самым худшим. Потому что мало иметь еду. Надо, чтобы было чем дышать. И вот с этим начались самые большие трудности. Атмосферу там в принципе сложно было назвать нормальной. Это же была по сути огромная теплица. Участники эксперимента вспоминали, что воздух был жарким и влажным, как в тропическом лесу. Но это фигня. А вот что у них в какой-то момент начал заканчиваться кислород, совсем не фигня. Биосфера-2 планировалась полностью замкнутой системой. В том числе и в плане атмосферы. Она должна была функционировать как реальная атмосфера на Земле. То есть соотношение газов должно было регулироваться за счет естественного фотосинтеза растений и водорослей. Ну а углекислый газ должен был оседать в почву. И вот уже на месте оказалось, что в расчеты попала ошибка. В смысле зелень оказалась не способна переработать такое количество углекислоты. И уровень кислорода начал постоянно падать. Изначально под куполом соотношение газов было такое же, как в обычной атмосфере. Примерно 21% кислорода. Чуть больше, чем через год, этот процент был уже 14,5. Это уровень, характерный для горного воздуха на высоте 4 километра. Ну и последствия лебианавтов были соответствующие. Нет, никто не задохнулся, но самочувствие заметно ухудшилось. Люди каждую ночь мучились от апноэ. Это когда человеку во сне не хватает кислорода, он начинает задыхаться, не может толком уснуть и наутро чувствует усталость. Изнутри эту проблему решить не получилось. В течение первого года от кислородного голодания передохли все животные. Поэтому команда проекта приняла банальное решение. Периодически открывать форточки и проветривать помещение. Официально такая практика началась только в 93-м, под самый конец эксперимента. Но есть данные, что участники делали это в 92-м. Ну и конечно не обошлось без социальных проблем. С ними рано или поздно сталкивается любой коллектив в замкнутом пространстве. Тем более такой, который пытается изобрести новое общественное устройство. Как только начались продовольственные проблемы, голодные бионавты стали разворовывать склады с продовольствием и семенами. Когда про это узнали снаружи, то попытались уволить из проекта Джеймс Пойнтер, которая, собственно говоря, и начала воровать продукты. Но та просто отказалась выходить и благополучно досидела внутри до конца эксперимента. Все участники поделились на две враждующие группы, которые практически не общались друг с другом. И, кстати, не общаются до сих пор. Одни настаивали на неукоснительном соблюдении правил изоляции. Другие, что правила надо ослабить, так как их соблюдение вредит научной работе. Как минимум потому, что невозможно нормально заниматься делами, если ты постоянно задыхаешься, чувствуешь усталость и хочешь есть. В общем, 26 сентября 93 года с горем пополам первая миссия Биосферы 2 была окончена. По воспоминаниям бионавтов, выход из-под купола был похож на высадку на другую планету. Это было ошеломляюще. У нас был невероятный прилив энергии. Мир вокруг выглядел совершенно иначе. Цвета были очень яркими, а атмосфера пахла чудесно. Воздух сильно отличался от того, к которому мы привыкли внутри Биосферы. Итак, что мы имеем по итогу? По сути, амбициозный проект с треском провалился. Бионавтам не удалось продержаться два года в изоляции. Точнее, это была фейковая изоляция. Воздух брали снаружи, продовольствие брали из запасов, а одну девушку вообще доставали из-под купола и отвозили в больницу. Газета Тайм писала. Видимость доверия, уже подорванная обвинениями в поддельных данных, секретных продовольственных складах и контрабандных поставках, треснула. Двухлетний эксперимент по самодостаточности все меньше походил на науку и все больше на трюк, ценой в 150 миллионов долларов. Но Джон Аллен так не считал. Он решил, что миссия закончилась успешно. Почему? А потому, что бионавты вообще смогли выйти живыми из-под купола. А если у них что-то не получилось, как было задумано, то не беда. Потому что, цитата, Эксперимент улучшит наше понимание взаимосвязи между человеком и биосферой и поможет ответить на вопрос о том, насколько необходимо сохранить природную среду. И Аллен решил повторить эксперимент. Только теперь все продумать получше. Миссия биосфера 2.2 стартовала уже через полгода, 6 марта 94-го. На сей раз задача была поставлена более простая. Продержаться внутри надо было всего 10 месяцев. И сосредоточиться не на научных экспериментах, а на выращивании максимального количества еды. Рацион тоже изменили. Теперь на каждого участника предполагалось по 2400 калорий в день. Но все равно что-то пошло не так. Если первые бионавты 2 года честно просидели внутри, то у новых постоянно возникали какие-то чрезвычайные дела дома, которые требовали покинуть биосферу. Меньше чем через месяц эксцентричный миллиардер Эдвард Басс, который все это время и финансировал этот проект, разругался с руководителями проекта и всех уволил. Претензии у него были простые. Капиталистические. Где деньги? Из бюджета куда-то пропали 25 миллионов долларов. Никаких заметных научных результатов не было. А весь проект вместо воодушевляющего пиара уникальных технологий превратился в просто национальное посмешище. Вместо ученых-энтузиастов руководителями биосферы 2 стали банкиры во главе со Стивом Бэнноном. Их исследования вообще не интересовали. Они должны были понять, что делать с этой финансовой черной дырой. Но эксперимент при этом продолжался. Второй состав бионавтов все это время находился внутри купола и, как ни в чем не бывало, сажал картошку. Из-за этого у кого-то из первой команды возникли подозрения, что их никто не ставил в известность о скандале, который происходил снаружи. Ночью 5 апреля двое бионавтов из первого экипажа пробрались на территорию комплекса и выбили в куполе несколько окон, чтобы предоставить новым бионавтам выбор – уйти или остаться. И никто, кстати, не ушел. Короче, в конце концов банкиры закрыли юридическое лицо, которое управляло биосферой, а миссию решили остановить досрочно – 6 сентября 1994-го. Вот так уникальный чудо-эко-проект про безотходное устройство мира будущего развалился по причине банального скандала из-за денег. Джон Аллен рвал и металл, но деваться было некуда. После ухода инвесторов он такие расходы потянуть не мог. Долго думали, что делать с биосферой как таковой. В итоге ее здание выкупил Колумбийский университет, а потом уже в десятые годы его перепродали университету Аризоны. Купол здания так и остался стоять, но теперь это музей и гигантская оранжерея – памятник очередной несбывшейся мечте человечества. Возможно, пока. Итак, вернемся к тому, с чего я начал. Вся эта история выглядит как проект безумного ученого, причем с нулевыми результатами для науки. Экспедиции в биосферу никогда не воспринимались как что-то серьезное, даже в момент начала. На них смотрели скорее как на шоу. На тотализаторах даже делали ставки «Выдержат ли бионавты два года или нет?» Своеобразное реалити-шоу. Если вы будете гуглить что-то научное по теме, то скорее все-таки вы наткнетесь на научные статьи из журнала «Ecological Engineering». Звучит солидно, но на самом деле он издается Джоном Алленом и его компаниям, а более серьезные научные журналы подобные статьи не принимают. Причину, думаю, вы назовете сами, если внимательно меня слушали. Весь этот проект замутили люди, которые не имели профильного образования. И, соответственно, достаточно слабо были знакомы с методологией науки. Хотя с точки зрения Аллена все было наоборот. Это как раз старая наука застряла в прошлом и не хочет развиваться. Если бы не богатый спонсор, то проект «Биосферы-2» так и остался бы просто красивой мечтой одного эко-романтика. Примерно так же, как остался мечтой проект «Венера Жака Фреско». Но тут спонсор нашелся, и мы все своими глазами смогли увидеть, что недостаточно просто вбухать кучу бабла, чтобы получить результат. Никакими деньгами нельзя залить изначально кривой эксперимент. Никакие деньги не заменят экспертизы. Строго говоря, не совсем понятно, какой опыт вообще может быть извлечен из «Биосферы-2». Особенно учитывая, что концепция кораблей-колоний сейчас воспринимается скорее как научная фантастика. Но все же давайте попробуем. Потому что нельзя сказать, что тонна долларов была просто выброшена в пустоту. Сама по себе оранжерея – это, безусловно, технологическое чудо. Искусственный биом, своего рода дендрарий посреди Аризоны. И те немногие нормальные научные работы, которые есть про «Биосферу-2», касаются как раз взаимодействия растений из разных зон внутри этой оранжереи. Ну и вообще тому, как развиваются растения в таких вот условиях. Это все действительно очень интересно. И получается, что хоть какой-то выхлоп из этого эксперимента действительно есть. Точнее, из инфраструктуры. Не такой, конечно, о каком мечтали его создатели. В 1994 году калифорнийский профильный научный журнал «Conversation Biology» в редакционной статье сделал такой вывод. Что современное количество людей на Земле таково, что плотность населения в пересчете на гектар у нас всего в 10 раз меньше, чем в «Биосфере-2». И что даже если 8 обитателей изолированного купола смогли накосячить так, что остались на голодном пайке, то и человечество в целом вполне себе способно оказаться в таком же положении. Только уже в масштабах Земли. Только вот в отличие от бионавтов, у нас нет двери, которую можно открыть и выйти в большой мир. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok